Все-таки очень хорошо. Я все равно, несмотря на сотни лекций, которые прочитал, каждый раз я перед каждой лекцией волнуюсь. Вот перед каждым докладом, но вы же меня за это просили. Я, Михаил Леонидович, уже сказал, что рассказал и кратко об истории оптогенетики, конференции по оптогенетике, действительно, в 2018 году, когда готовилась первая конференция, посвященная обсуждению исследований оптогенетических, то было предложено название, вот в первой мышке, название «Оптогенетика и оптофармкология». Потому что было уже понятно, что очень много есть и других проблем, которые анализируются. Когда уже проходило в 2020 году, на расстоянии уже было понятно, что спектр исследований, которые касаются оптогенетики, оптофармакологии, намного-намного шире. Потому что уже появились, и она была названа «Оптогенетика плюс». И сейчас мы знаем, что происходит, мы можем моделировать активность с помощью света, с помощью звука, с помощью электромагнитной индукции. И вот известные технологические инструменты, кроме оптогенетики, оптофармакологии, есть опосредование над частицами оптогенетика, очень важный инструмент, который позволяет глубоко проникать в нос, когда мы активируем инфракрасным светом частицы, которые переводят активацию в зеленый свет, и зеленый свет может активировать ионные каналы, светлоуправляемые ионные каналы, химогенетика, акустическо-направленная химогенетика, магнитная стимуляция, магнитогенетика, термогенетика, все эти проблемы, огромное количество этих проблем развивается, поэтому у меня есть предложение назвать оптогенетику. В 2023 году оптогенетика с большим-большим-большим плюсом, чтобы она была. И действительно, оптогенетика с большим плюсом, потому что, что касается оптогенетики родопсинов, то инструменты эти невероятно обогатились. Благодаря меганомным исследованиям родопсинов во всех трех сферах жизни были обнаружены родопсины. У архий, бактерий, а также у крупных вирусов, что очень интересно, у крупных вирусов тоже обнаружены в обнаруженной структуре. Здесь вот вы видите, а, я не переключил все это дело, вот видел, все рассказывал. Вот видел, вот оптогенетика плюс, которая вот была. И теперь, значит, вот видите, вот смотрите, я просто не тот экран смотрел. Значит, вот есть, вот видите, вот огромные древа уже родопсинов, которые есть. И сейчас очень большие исследования проводятся в Московском физико-техническом институте по кристаллизации этих рецепторов, этих каналов. Вот, известно, вы уже видите, что известно большое количество различного типа помп и ионных каналов, которые исследуются и которые получены и изучены. Здесь вот намного лучше, я вот показываю, что есть хлорные насосы, которые вызывают гиперполяризацию, водородные насосы, которые могут закачивать и выкачивать водород, натриевая помпа, я надеюсь, что сегодня будет доклад по поводу этого, по этому поводу. Вот, вот, катионные каналы, андионные каналы, сенсоры. Вот, известно также, оказывается, что были получены вот эти родопсины, они могут работать и как мономерные структуры, и работают как гетеромерные структуры. Они могут работать даже как примеры, даже больше, даже как пентомерные структуры. Вот, это замечательный инструмент для исследования, который есть, который существует. И вот по поводу вот виральных родопсинов, обнаружено вот таких два подсемейства, больших подсемейств виральных родопсинов, которые различаются по своим свойствам, по своим функциям и по своей работе. То есть, например, из первой группы это, как-то, есть натрий-калиевые каналы, натрий-калиевые каналы, которые были, родопсины, которые были первые обнаружены, они пропускают натрий-калиевые кальция, они катионы избирательные. Вот, а эти каналы, они интересны тем, что они не пропускают двухвалентные катионы, они пропускают только, только одновалентные катионы, и это открывает большие возможности для того, чтобы можно было работать с ними, вообще в тех ситуациях, когда нужно очень аккуратно просто вызвать деполяризацию, либо деполяризацию, либо какие-то активацию, не изменяя натрий-калиевые концентрации, искусственные, не натрий-калиевые концентрации кальция. Там есть проблемы с экспрессией их, потому что они, получается, не очень хорошо встраиваются в мембраны, но они тоже очень интересные, очень хорошие. Все они, как вы знаете, семи-трансмембранные структуры, вот, которые вот есть, и таким образом в полученном у нас имеется инструмент оптогенетики этого, качун, избирательные каналы, и это происходит очень мощное развитие, усовершенствование. Есть мутации, которые сделаны для изменения скорости активации качун избирательных каналов, которые активируются, производных родопсинок, которые активируются 470 нанометров. Вот есть те, которые созвигают в красный спектр, потому что идет все время стремление избегаться в красный спектр, потому что он позволяет более глубоко проникать в ткань и просто вызывать более расширенно проникать в ткань и не изменять функции клеток, потому что несколько энергетических возбуждений есть. Хлорные каналы, которые тоже есть, сделаны в красную сторону. Протонные насосы, которые гиперполяризуют внутриклешнее пространство, и которые очень важны за то, что они выкачивают водород наружу, и есть уже полученные набор с созвигом в голубую сторону, для того чтобы можно было очень разумно ставить эксперименты, чтобы можно было сочетать различные типы воздействий. Обнаружены хлорные каналы, которые гиперполяризуют пространство, и другие типы структур, и другие типы каналов. Еще можно сказать, что сейчас уже появляется такое определилось понятие, которое называется оптофизиология. С помощью оптогенетических и оптосенсорных инструментов анализируются физиологические процессы организмов, гомеостаз, клеток, производится оптогенетическая терапия. И вот физиологический процесс, вот можно сказать, это активация, не только активация, он и канал, это регуляция, транскрипция, клеточная сигнализация поведения, другие структуры. Модифицируется доставка и стимуляция, есть микродиоды, биолюминесценция, используются в виральной структуре, это уже вирусы, это уже давно известно, это уже давно используется. Используется сейчас просто оптогенетическая терапия на иммунных клетках с переключением света и внутриклещных антирител, которая обещает ускорить развитие и персональной медицины, и других подходов к использованию оптогенетики в медицинских целях. Используется она для лечения слуха, для восстановления зрения. Я думаю, что эти вопросы будут обсуждаться здесь, на этой конференции довольно детально. Вот, и эти вопросы сейчас вот здесь у нас, так сказать, вот этот план на сегодняшний день, вот, я не буду его касаться, потому что время бежит довольно быстро. Вот, мы там будет, вот, ну, у вас есть программа, у всех, поэтому я не буду касаться, я просто хочу сказать, что мы пытались создать программу, чтобы можно было переходить одной проблеме к другой как-то взаимосвязанной, потому что, вот, например, там будет изменение, значит, работа с астроцитами, значит, будут первые два доклада, значит, но здесь будут другие два доклада, которые будут касаться широкопольной визуализации активности мозга на целом животных, который очень интересный, очень интересный подход к моделированию, коррекция звеньев при нейронативных заболеваниях, предполагается, вот, как раз вот натриевая помпа, которую я упоминал, будет, наверное, будет представлена, я с нетерпением жду тоже этого доклада, вот, и Дмитрий Самегулин расскажет о применении флоресцентных магнитных наночастист для исследования, ну, и в заключение доклад Зайцева о аптогенетическом подходе к лечению эпилепсии, то есть такой широкий спектр докладов, которые представлены будут. Значит, что касается, значит, оптосенсорного и оптогенического анализа функций мозга, то оптогенетика – это управление, это управление работой клеток, активностью клеток, вот, а оптосенсорика – это неинвазивная регистрация активности, нам нужно регистрировать активность, не касаясь структуры, чтобы она была нативной, это очень большая проблема, потому что, когда могут спрашивать, говорит, а вы проводите эксперименты в физиологических условиях, для меня этот вопрос довольно опасный, потому что все наши эксперименты, они, как правило, в нефизиологических условиях, когда мы уже выделяем мозг, мы уже убираем физиологические условия, и все другие, когда мы делаем срезы мозга, это уже не физиологические условия, так что нужно к этому очень осторожно, аккуратно относиться, но тем не менее, вот такие подходы, модели, они позволяют нам входить в какие-то очень важные молекулярные структуры, для того, чтобы понимать общие процессы, общие вопросы, которые касаются функций мозга и жизни, и нашей жизни. Таким образом, оптосенсорика – это регистрация и анализ изменений концентрации ионов и других компонентов с помощью специфических сенсоров. То есть мы можем что-то активировать и можем просто регистрировать либо кальций, либо изменения калмодулина, или изменения АТФ, либо хлора и водорода. И я сегодня просто коснусь довольно кратко и конспективно наших исследований по исследованию хлора, гомеостаза хлора и водорода внутриклеток. Почему хлор? Хлор меня волнует очень давно, потому что многие исследователи, они заинтересованы прежде всего в исследовании концентрации и исследовании кальция, потому что кальций является высокочувствительным сенсором, который позволяет определять активность клеток и многие очень другие. Но хлор является самым распространенным антионным в биологических организмах. Он чрезвычайно важен для функционирования функционирования практически всех клеток, которые были. Регуляция объема клеток, регуляция секреции, стабилизация мембранного потенциала, синаптическая передача, гаммк, рецепторы, глициновый рецепторы, у нас спинной мозг, глициновый рецепторы, наш мозг, основной торможной нерминиатром гаммк, это все идет через хлорные каналы. Нарушение хлорного гомеостаза может приводить к эпилепсии и к другим патологическим состояниям, многим другим состояниям. Для того, чтобы поддерживать гомеостаз клеток, существует ряд хлорных транспортеров, многие, которые очень взаимосвязаны друг с другом, и активация одно регулирует активацию другого. И существует ряд ионных каналов, которые регулируют и мембранный потенциал, и другие функции клеток, которые могли бы быть. И вот каким образом можно измерять внутриклещенные концентрации хлора? Значит, это, в общем, в принципе, началось благодаря зеленому флюорсцентному белку, который мы все так любим, уважаем, который используется. И когда были сделаны мутации зеленого флюорсцентного белка, то оказалось, что желтый флюорсцентный белок является слабым сенсором хлора. Вот если, например, брать калиоцетап, изменять его концентрацию, то флюорсцентный не меняется. Но если изменять концентрацию хлора, то флюорсцентный падает. Но падает, она не очень сильно, нужно изменить концентрацию на 150 миллимолей, чтобы она упала примерно на 30%. То есть это довольно слабый сенсор хлора, но тем не менее, когда он был сделан, то сразу же после этого Куннер и Агустин, Куннер, это ученые из Германии, Агустин, Соединенных Штатов Америки, они сделали конструкцию вместе зеленый сай, циановый флюорсцентный белок и желтый флюорсцентный белок, они соединили линкером и попытались определить изменение концентрации хлора. Эти исследования были сделаны, но отрицательным было то, что чувствительность к этим анионам была очень низка, очень было трудно было исследовать, проводить исследования. Почему? Потому что физиологические концентрации хлора в клетках, они примерно внутри клеток, у нас внутри нейронов это концентрация где-то примерно 3-10-3-8 миллимолей, очень низкая концентрация. У нас работает система все время на уменьшение концентрации внутри нервных клеток. Когда она повышается выше, то это может приводить к изменению потенциала реверсии для хлора и активация хлора вместо гиперполяризации будет вызывать деполяризацию и он будет становиться возбуждающим. Поэтому нужно к этому остановиться очень осторожно. Поэтому вот эти вот пределы нужно было создать сенсор, который работает в этих пределах. И вот нам удалось сделать, мы сделали несколько мутаций в желтом флуоресцентном белке и получили сенсор, который состоит из голубого флуоресцентного белка и желтого флуоресцентного белка, связанного линкером. И у него как раз, вот видите, чувствительность находится примерно где-то в этом диапазоне, в этом диапазоне физиологической концентрации. вот EC50 в районе 30 миллимолей, который был сделан. Это была сделана эта структура. Таким образом, у нас тоже мы имеем такие вот два бочонка, которые соединены линкером друг с другом. И тут с помощью ФРЭД передачи энергии из одного на другой вызывает активацию. И когда происходит изменение концентрации хлора, то мы видим это уже в физиологическом диапазоне. А зеленый флуоресцентный белок является референтным белком. Но там была проблема очень большая. Почему? Потому что все флуоресцентные белки, они как правило поочувствительные. И изменение концентрации хлора, оно как правило приводит к изменению внутриколечной концентрации водорода. Поэтому эти два иона, они очень близко друг с другом связаны и пересекаются. Поэтому нужно было создать другую более разумную систему. И эту более разумную систему предложили ученые из Италии, из них Даниэль Орозио, с которым мы взаимодействовали и даже публиковали работы вместе. Они сделали две мутации в зеленом флуоресцентном белке, и вот эти две мутации в зеленом флуоресцентном белке, они оказали, что вот этот зеленый флуоресцентный белок может чувствовать хлор. Если в желтом флуоресцентном белке он чувствует хлор, то в этом диапазоне, вот в этом участке, то при этих зеленый флюорсцентный белок становится хлорчувствительным. И это замечательно. И мало того, что это очень хорошо оказалось, что спектр возбуждения вот этого зеленого флюорсцентного белка, он очень интересный, потому что есть изозвестическая точка. Изозвестическая точка – это точка, при которой при всех концентрациях водорода флюорсцентный белок не меняется. Поэтому тогда можно проводить исследование, одновременно можно проводить регистрацию pH, регистрацию хлора, потому что если мы будем делить вот эту флюорсценцию на эту флюорсценцию, мы получим pH. А если мы будем, например, в этой точке измерять концентрацию хлора, а референтную длину волны возьмем вот эту вот такую вот длинную, то тогда мы можем очень аккуратно измерять концентрацию хлора. Таким образом, в руках оказался инструмент для исследования и хлора, и водорода одновременно в клетках и для исследования pH. Значит, были сделаны в коллаборации с Корнеллиусом Гроссом из Италии были сделаны трансгенные мышки. Вот, но я не буду об этом подробно рассказывать, сейчас время бежит. Вот, и, значит, они были привезены в Россию с большим трудом, но они уже здесь, вот, находятся, есть в Казани, вот, скоро будут в Москве, так сказать, в других, значит, они проводятся исследования. Вот, мы определили с помощью метода прозрачного мозга, мы определили экспрессию этого белка внутри, в мозге животных, и вот, оказывается, просто, просто, вот, показано здесь, вот это вот, вот, красный, это все экспрессия, экспрессия этого хлофенсора, хлорочувствительного сенсора, и вот, если взять, например, вот эти вот структуры, это вот отдельный нейрончик, если их увеличить, их можно видеть отдельно с большим увеличением, с хорошим разрешением, то есть они хорошо разрешены. Значит, вот здесь вот показана карта распределения хлофенсора в разных участках мозга, Если взять, просто делать разрезы, получать, то вы можете посмотреть вот этот красный, наиболее интенсивный экспресс, вы видите, что находится много в гиппокампе, в коре головного мозга, очень много в мотонейронах можно исследовать, в нервномышленной передаче, в апрессивных психических окончаниях, в сетчатке тоже, так сказать, не имеется их довольно много. Вот это просто показаны примеры, это в гиппокампе, вот как вот, например, в коре головного мозга, вот видите, вот с хорошим разрешением, они очень хорошие разрешаются структуры. Значит, и в Казани, значит, вот мы проводили, особенно вот Лена Петухова и Даша Пономарева, которая здесь вот сидит, в этом зале, завтра будет ее постер, короткий постер по этому поводу. Мы проводили исследование вот на срезах мозга с использованием этих трансгенных мышей. Вот, ну, установку я вам рассказывать, методику установки не буду, просто скажу, что просто использовали вот эти вот соотношения, вот эти два соотношения для анализа изменения концентрации хлора. Длинный волн чуть-чуть отличается, потому что у нас просто просто иллюминатор, он просто такой, мы его, мы не могли найти другой иллюминатор, который был бы, так сказать, нам подобным, подобная система, поэтому мы чуть-чуть их изменили, но они все равно работают. Это не конфокальная и не двухфотонная микроскопия, это просто флюоресцентная микроскопия, но она работает очень хорошо, очень надежно. Вот, таким образом мы можем изменять и концентрацию водорода, и концентрацию хлора, и вот, что, кратко сказать, что, значит, вот исследовали, что получили. Значит, кинетика, амплитуда изменений хлора и водорода анализировалась при синаптической стимуляции, при синаптической стимуляции шафы колторали, которые вы-то знаете, наверное, все, кто работает где-то с изрезами мозга, знают прекрасно, что это, как и вот работают эти структуры. И вот сюда вот подводится стимулирующий электрод, здесь регистрирующий электрод, вот, и оказывается, что стимуляция, она вызывает повышение внутриклеточного хлора, что понятно, потому что происходит открытие хлорных каналов, вот, и вызывает закисление, закисление сигнала. Вот, при закислении сигнала, вот, восстановление оказывается намного медленнее, чем восстановление концентрации хлора. Вот для меня это было очень большим удивлением. Значит, и вот здесь просто показаны просто средние значения, которые, которые, которые показаны в контроле, и потом давали бикокулин, бикокулин является блокатором гамм-рецепторов. Когда блокируются гамм-рецепторы, то ответы, конечно, падают, но в это время при этом сильно возрастают ответы на PH. Вот, и когда это вот было показано, одна из причин предположилась, что это может быть связано с увеличением просто синаптических ответов, потому что, когда блокируются гамм-рецепторы, то происходит усиление возбуждения, возбуждение гамм-крептического возбуждения, и, конечно, тогда может быть больше и более явная деполяризация, которая может происходить. Ну, оказалось, что ТАУ становится различной, у них отличается ТАУ в большой степени друг от друга, вот, и кинетика восстановления водородных градиентов значительно медленнее, чем у хлора. Вот это вот очень интересный момент, который я хотел бы обратить внимание для исследователей, потому что я ожидал наоборот, вот там хлорные каналы, которые работают, они могут работать более медленно. Оказывается, что нет водорода, который как будто бы гуляет довольно быстро, и природа держит его, чтобы он был в более нестабильном состоянии, он восстанавливается намного медленнее. Были проведены эксперименты также, для того, чтобы выяснить более подробно, это проведены эксперименты с убиранием хлора, уменьшением хлора, но даже когда убирали хлор, то сильно возрастали, происходило сначала защелачивание ответов, что нормально, а потом происходило, происходило увеличение по pH ответов на стимуляцию. То есть этот момент работает, он говорит о том, что здесь работают хлорные водородные транспортеры. Я не буду сейчас, сейчас остановиться подробно, сказать, на деталях вот этих, потому что я вижу, что у меня уже 26 минут прошло, я не хочу выходить из графика, вот, просто хочу сказать, что вот синаптическая стимуляция контроля приводит к повышению внутриклеточной концентрации хлора и закислению водорода, при низкой концентрации хлора происходит снижение амплитуды ответов и тем не менее поменьшение амплитуды ответов водорода. Вот этого я сейчас не буду рассказывать вам, потому что там как мы раскручивали, особенно более подробно, вот, но если позволите, просто скажу одно, что в нашем организме, в клетках нашего организма, как я уже говорил в самом начале, существует ряд транспортеров, которые регулируют концентрацию, вот эти вот НКСС1, НКСС2, они регулируют концентрацию внутриклеточного хлора, вот, а вот другие транспортеры, вот, как эти, которые выделены красным, они регулируют закисление внутриклетки, и если уменьшить закисление внутриклетки, когда мы убираем хлор, то тогда закисление будет уменьшаться и будет происходить защелачивание, а когда с калием, когда мы происходили, происходит деполяризация и очень сильно повышается изменение хлора, почему? Потому что происходит деполяризация, а кальций, и начинает работать кальций, кальций водородная помпа, и это усиливает закисление. Но вот на этом я хочу почти закончить. А единственный еще очень важный момент, все-таки тоже очень важный, мне кажется, хотелось бы сказать, что раньше было показано, что в культуре нейронов, что концентрация хлора в сумме клетки и на дендритах, они отличаются, они могут отличаться значительно даже в несколько раз. Но это было в культуре клеток, и были недавно совсем, это свежие эксперименты, которые получили совсем-совсем недавно, на срезах мозга были исследования концентрации хлора в сумме, в этих дендритных участках и в этих дендритных участках. Это статус ориенса, это статус радиатум. И оказалось, что в сумме действительно концентрация хлора в среднем почти в три раза выше, чем в дендритных участках. Это тоже важно помнить в наших исследованиях. Возможно, это нужно делать, конечно, еще на нативном мозге, для того, чтобы подтвердить очень аккуратно эти исследования, аккуратно, но это, может быть, так и работает. И вот я просто хочу вам сказать, что вот в месседж получены трансгенные мыши, замечательный объект. Используя клареты, мы определили, получили карту этих нейронов. На срезах трансгенных мышей показано, что кинетика восстановления для хлора значительно быстрее, чем для водорода. Вот это вот важный момент и различные концентрации в разных участках нервных клеток, которые находятся. Таким образом, трансгенная мышь открывает возможность исследовать хлорокомиостаз во многих физиологических моделях в норме и патологии.